А вот в Олегминском районе дождь наоборот оказался негативно. Там обострилась паводковая обстановка и сейчас вода угрожает кормозаготовительной кампании. Елена Фаст продолжит. Непростое лето в этом году у сельчан. 10 июля было запланировано начать сенокосные работы. Но ливневые дожди не давали начать. Ненадолго выглянувшее солнце обнадеживало. Только поднявшийся уровень воды в реке Лена наполнил протоки, разлившиеся по низине, где как раз и сосредоточены основные сенокосные угодья. На сегодняшний день у нас сейчас идет поднятие воды на реке Лена и идет затопление на пойменных лугах сенокосных угодьях Жарханского на Слега, села Алюкминск. И на островах, где поймы есть, тоже идет затопление сенокосных угодьях. Сложная обстановка в Жарханском и Чаренском на Слегах. Там под водой практически все луга. Обеспокоен и глава Троицкого на Слега. Вода подступает все ближе, часть лугов уже под водой. На сегодняшний день у нас, конечно, ситуация критическая. Вот уже дня 4-5 назад резко поднялся уровень воды на реках Чара, Лёкма. И в результате, конечно, топит наши сенокосные угодья. Ну, 2-3 бригады выехало. Ну, пока хорошо, хоть они еще не скосили, пока там осваивались. Мы сейчас ждем результата, когда эта водальность будет спадать, ну и когда пройдут дожди вот эти. Начали косить кладовая Лёкмы, но в связи с подъемом воды бригады пришлось экстренно эвакуировать. Острова залило. Сложно прогнозировать ситуацию и по остальной территории. Пока бригада сражается за кормовые на Ое. В связи с наводнением у нас Касьян, это 117 гектар Казачий, 116 гектар 100% находится под водой. Бригады должны были заехать, но вы их решили отменить заезд, потому что сухого места там не осталось. Есть у нас одна бригада стоит в хвост на острове Ой, там у нас 250 гектар, но тоже сантиметров 50 еще прибудет, если вода, придется нам эвакуировать и эту бригаду. Получается у нас порядка 70% наших покосов лежат под водой, вода все еще прибывает, если еще прибудет 50 сантиметров на 50-60, начнется подтопление наших посевов на кормовые. Посеяли 500 гектар, вот получается тоже можем есть определенный риск. Как только прекращается дождь, все выходят на покосы, люди и техника готовы к работе. Дело за природой. Когда слынет вода и что оставит она после себя. Елена Фаст, НВК Саха, Олег Минск.